Сегодня мы сделаем то, о чем так долго многие меня просили в комментариях Мы испытаем на прочность легендарные противоударные часы Casio G-Shock Проверим, насколько же отличается оригинальный G-Shock от китайской подделки Это оригинальная Casio G-Shock, бюджетная модель, стоит около 9000 рублей А это китайская копия, стоит ровно в 10 раз меньше Отличия сразу бросаются в глаза, это стрелки в первую очередь А еще подделку выдает то, что вот на этом циферблате стрелка нарисованная Как же их сравнить между собой на прочность? Конечно, самый оптимальный вариант это положить одни часы на другие и надавить сверху прессом Но в таком случае мы не увидим, что будет происходить с их циферблатами И какие часы вырубятся первыми Кстати, на задней крышке на обоих часах красуется надпись, что они сделаны в Японии Но мы-то точно знаем, что одни из них никакого отношения к Японии не имеют А еще сегодня мы проверим на прочность легендарные командирские часы, сделанные в СССР Я думаю, сейчас многие, кому нравятся часы, уже пустили слезу Но не стоит, командирские часы не такая уж редкая вещь Стоимость их на барахолке в несколько раз меньше, чем у китайских G-Shock'ов Какие же из этих часов окажутся крепче? Япония, Китай или СССР? Но перед испытанием гидравлическим прессом проведем один небольшой тест Это обычный китайский нож стоимостью 50 рублей Качество стали там соответственное Попробуем поцарапать этим ножом часы Нож оставляет с легкостью царапины на китайских часах Примерно так же царапаются и командирские часы А вот оригинальный G-Shock никак не захотел царапаться Ну что ж, теперь испытание прессом Первыми в очереди будут китайские G-Shock'и С помощью Тензодатчика мы пытаемся определить нагрузку При которой будут происходить заметные глазу деформации корпуса часов А так же попытаемся зафиксировать нагрузку При которой вырубится дисплей часов При нагрузке в 157 кг начал заметно деформироваться корпус А при нагрузке в 290 кг вырубился дисплей Дальше нагрузку Уже наверное нету смысла и наращивать Наверное эти часы уже больше не смогут затикать Я думаю, делает это enrollmentе Яhindруotros, знаю, что этоалось Вhingoire начинаем Открывать Дальше... А здесь уже можно проверить на ощупь, что стрелка на маленьком циферблате нарисована А теперь посмотрим, какую же нагрузку выдержат оригинальные часы 315 кг – это почти вдвое больше, чем их китайская копия И, кстати, при этой же нагрузке вырубился дисплей Я в шоке от того, какая толщина стекла у G-Shock'ов Толщина этого стекла почти 3 мм И если бы оно не выскочило оттуда, я думаю, они выдержали бы еще большую нагрузку А теперь с СССР Нормально так Командирские часы налегке выдержали почти полтонны Оно-то и неудивительно, ведь корпус у них из металла Пишите в комментариях, какие часы вам больше всего было жалко Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке И получай деньги за любые действия по счету Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»